Привет всем! Прекрасный почти шестолетний день, парк, птички поют, солнце светит. Почему бы не поговорить на одну очень важную тему, которая меня давно уже волнует? Меня часто спрашивают, как мне удается совмещать две свои identity, то, что я научный работник, изучаю буддизм, и в то же самое время я верующий. Ну да, и как ты все это соединяешь со своими феминистическими взглядами, ЛГБТ и так далее. Все очень просто, на самом деле это даже не трудно, и нас таких очень много. Мне помогают две вещи. Первая — это принцип историзма, и вторая — это сострадание ко всем, без исключения, живым существам, как ни странно. Давайте объясню. Во-первых, принцип историзма. Я прекрасно осознаю, что когда мы рассматриваем текст, который написан был две тысячи лет назад, стоит понимать, что мир тогда был другим, люди были другими. И даже если его автор непосредственно был очень-очень прошаренным товарищем, который был на шаг, может, на два шага, на сто шагов вперед всего остального человечества, он должен был писать так, чтобы вы поняли и приняли. И поэтому текст будет далеко не всегда совпадать с тем, что мы очень-очень далекие потомки, сейчас знаем то, как мы вообще считаем, должно существовать общество и так далее. Это стоит осознавать просто. И если ты это осознаешь, то тебе проще, тебе проще его понять. Да, и если ты безэмоционально рассмотришь, проанализируешь, рассмотришь весь этот текст через призму того, что ты знаешь о том обществе, о том, как существовал автор, предполагаемый автор, если ты не знаешь, кто автор, какой была его аудитория. Если ты все это проанализируешь, ты поймешь текст лучше, ты поймешь, что этот текст хочет сказать нам, людям, которые живут уже через две тысячи лет или даже больше, ну или меньше, неважно, мир постоянно меняется. И это раз. Это помогает мне читать буддийские тексты. То есть, с одной стороны, я применяю этот принцип для того, чтобы их изучать, но это помогает мне их понимать как буддизму, как буддисту. Да, и теперь сострадание ко всем живым существам. Это принцип буддизма, принцип, описанный во многих сутрах. Он помогает мне быть хорошим ученым, я так надеюсь, по крайней мере. Потому что, опять же, если ты понимаешь, что люди всегда остаются людьми, они ошибаются, они придерживаются не тех взглядов и так далее, то тебе проще принять их такими, какие они есть. И да, даже в самых что ни на есть крутых учителях прошлого я вижу в том числе людей, а не в том числе люди, это помогает, это не делает их менее крутыми. Это наоборот, помогает как-то оправдать какие-то их взгляды, которые мне не нравятся, которые, на мой взгляд, являются крайне неправильными, может, даже реакционными и так далее. Но в конце-то концов, никто не идеален, даже такие замечательные чуваки. При этом я не считаю, что если очень великий чувак придерживался каких-то не очень хороших взглядов, то нам, современным людям, нужно просто принимать эти взгляды как, ну ладно, такое тоже может быть. Нет. Можно их вполне осознавать как неправильные, как реакционные и так далее. Это вполне можно объединять в своей голове, если ты действительно относишься ко всем живым существам с состраданием. Ты же не перестаешь любить твою любимую кошечку, если она зверски убивает мышку, правильно? Ну точно так же я не перестаю любить тех же Сайчо, Кукай и так далее за то, что иногда их взгляды не сочетаются с моими современными взглядами. Вот так вот просто. То есть я считаю, что мне это помогает. Мне наоборот помогает то, что я могу рассматривать любой буддистский текст и как ученый, как религиовед, и как буддист. На мой взгляд, мне помогает это видеть больше. Спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok